Ель-гимай, 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 ель-гимай. Выпуклый корпус, две струны. Незатейливый с виду инструмент отражает глубокую философию великой степи. Мастера делают дамбру из дерева. Самые подходящие породы – ель, сосна и карагач. В древние времена струны изготавливали из сухожилий животных. Теперь это леска. Звуки дамбры – это захватывающая музыка, где проявляется жизнь и быт степных казахов. Очень хотелось бы, чтобы дети наши знали свою культуру, свой быт, свой язык. В Самаре прошел праздничный концерт «Играй дамбра». Он приурочен ко Дню дамбры – национальному празднику Казахстана, который ежегодно отмечают с 2018 года. Для зрителей выступили творческие коллективы. Певица Алтынай Айдналиева исполнила песню «Тайла Казахам». Душевная композиция объединяет и поднимает настроение. А улыбка зрителя для артиста – лучшая награда, рассказывает Алтынай. В песне поется о том, чтобы мы всегда были вместе, вместе праздновали, большой-большой такой семьей, которой сегодня мы собрались. Конечно, всегда, выходя на сцену, присутствует волнение, не без этого. Но как только берешь микрофон в руки, и прям первые мелодии полились, и уже все, волнение проходит. Просто наслаждаешься этим моментом, даря людям праздник, даря людям веселье, хорошее настроение. Казахи – народ гостеприимный. Принять путника, обогреть и накормить его издавна считалась обязанностью каждого из них. Древняя традиция, не забытая сегодня. Обязательно на столе наши традиционные блюда – баурсак. Мы любим мясные какие-то блюда. Это конина, нарезка, обязательно фрукты, сладости, орехи. Вот все эти блюда показывает наше казахское гостеприимство. Познакомиться с многовековой историей народа можно было на выставке. Предметы быта, головные уборы и куклы в национальных костюмах. Каждый экспонат уникален. Организатором праздника выступила национально-культурная автономия казахов Акжол. Концерт прошел при поддержке Министерства культуры Самарской области, Дома дружбы народов и администрации города. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.